Добрый день, я Руслович Людмила Викторовна, художественный руководитель студии Мир Творчества Культурного Центра Красногорья. Сегодня я вам покажу, мы с вами проведем мастер-класс «Подводный мир». То есть мы сегодня нарисуем такую картинку. Сначала мы нарисуем подводный мир, то есть обратите внимание, что здесь мы рисуем водичка, водоросли. Водоросли могут быть разные, вот я вас сегодня поучу вот такие вот интересные нарисовать, зонтики, как я их называю, водоросли, потом обычные водоросли, ну и морское дно. Морское дно у нас все-таки на морском дне находится песочек. Вот, собственно говоря, и начинаем. Для этого мы с вами, нам понадобятся карандаши только для того, чтобы отделить нижнюю часть от верхней части, то есть песочек и водичка. Итак, песочек у нас ложится неровно, вот такую неровную линию. Теперь мы берем белую краску, так, белую краску смешиваем, кладем ее в палитру сначала, положили там побольше белой красочки. Теперь помыли кисточку, не забываем помыть кисточку, чтобы не окрасить другой цвет, в другой цвет, да, чтобы у нас было все красиво. Теперь мы кладем голубую или синюю красочку, если синий цвет, то тогда чуть-чуть, чтобы создать голубой красивый такой небесный цвет. Вот, ну мне что-то хочется добавить сюда еще розовинку, чтобы все-таки была у нас поярче картинка и поинтереснее. Для этого обращаю ваше внимание, я помыла кисточку, видите, остатки краски остались, но благодаря тряпочке мы убираем все остатки, кисточка становится чистенькой. И теперь мы берем чистой кисточкой красочку и добавляем, ну вот чуть-чуть мы вот так пофантазируем, чтобы у нас был чуть-чуть как бы такой интересный оттенок. И начинаем от одного края к другому. Ой, что-то мы переборщили, значит возьмем еще голубенькой. И вот так вот начинаем от одного края к другому. Здесь мы вот так вот сделаем такую красивую линию и пошли. Смотрите, я добавлю еще белую краску, потому что, чтобы была нежность. Так, и начинаем, видите, пусть будет вот так вот, разно, такой вот, как ложится красочка, да, вот такими разноцветными мазками. Пусть она так и ложится. Но, как у нас водичка, мы когда красим от одного края к другому, получается такая красивая бегущая речка, да, такая водичка такая у нас. А если мы будем вот так вот столбиками рисовать, мы эффекты водички как-то потеряем. Поэтому мы вот закрашиваем, кисточкой быстро работаем, кисточка у нас послушная. Если у нас сильно густая красочка, мы добавляем водичку. Вот у меня получилась вот такая красивая водичка. Вот теперь мы берем цвет охры. Цвет охры, видите, у нас похож как раз на песочек. Кисточку помыла, промокнула. Видите, салфетка стала она чистенькой. Положила ее в палитрочку. И теперь начинаем дальше работать. Ну, песочек уже можете вот такими коротенькими мазками, как будто бы вот оно ложится. Можно такими отпечатками рисовать. Это же песочек, он же ложится. Тут уже можно пофантазировать чуть-чуть. Можно вот так вот с вами добавим водички. Вернее, красочка закончилась. Здесь, видите, вот такую неровность песочка создаем. Если мы будем просто линией, она будет как бы смотреться просто гладкой. А это у нас мы придаем как будто такой жизненный момент. Вот такими отпечатками. Вот у нас какая кисточка своими отпечатками нарисовала красивый песочек. Вот теперь мы с вами будем рисовать водоросли. Берем красочку зеленую. Зеленая, вот смотрите, есть два цвета. Есть темный, зеленый и светлый. Я думаю, мы сейчас нарисуем зонтики. Вот такие вот водоросли. Мы нарисуем, возьмем светлый цвет. Для этого мы возьмем и потоньше кисточку. Ну, возьмем, ну, примерно троечка-четверочка. То есть вот такую круглую синтетику, не толстую. Потому что толстые, я-то смогу нарисовать толстые, тонкие линии. А, как правило, детки, они давят на кисточку и получается толстая, некрасивая линия. Поэтому будет тонким. Смотрите как. С чего мы начнем? Сначала мы начинаем рисовать с линии. Раз. Вот как и все водоросли. Вот водоросли тоже растут у нас с песочком. Да? Ну и бывает, водоросль отрывается. Ну, допустим, у нас это в свободном плавании. А это мы сделаем тоже к песочку. Раз. А теперь смотрите, самое интересное и самое главное запомнить, чтобы получить зонтики. Вот я ставлю точечку. Вот из этой точечки. Раз. Два. Три. В одну сторону. Теперь смотрите. Из этой же точечки. Раз. Два. Три. В другую сторону. Видите? Если мы перевернем, то получится зонтик. Поэтому их называю зонтиком. Смотрите еще. Раз. Два. Три. Из одной точечки. Раз. Два. Три. Раз. Раз. Два. Можно два. По два раза. Где-то побольше. Где-то поменьше. Здесь. Раз. Два. Три. Видите, мы здесь обведем чуть-чуть, чтобы они почетче были. Раз. Видите, все в одну точечку. Два. Три. Итак. Вот наши тоже в свободном плавании. Мы тоже. Раз. Два. Здесь можно по два. Раз. В одну точечку. Раз. Два. Раз. Два. Еще разочка. Раз. Два. В одну точечку. Из этой же точки в другую сторону. И вот. Раз. Два. Раз. Два. Здесь можно добавить. Раз. Два. Раз. Два. Теперь. Ну, еще давайте вот здесь. Раз. Два. И вот здесь так пошире. И раз. Два. Три. Вот у нас мы нарисовали первые наши бодрости. Такие вот зонтики. И смотрите, как преобразилось наше морское дно. Стало уже совсем интереснее. Теперь возьмем потемнее цвет. И тут мы уже возьмем, давайте толстую нашу кисточку, которую мы нарисовали. Это у нас восьмерочка, да? Восьмерочка, шестерочка. Так. Красочка у меня хорошая. Видите, не густая. Если краска густая, мы добавляем в водичку. И теперь обычные водоросли рисуем. Вот у меня. Я точь, видите, я кончиком кисточки рисую, рисую. Потом хоп, она давила. Видите, и к низу она пошла шире. Опять же. Здесь может еще коротенькую такую. Оп. Рядышком. Давайте еще, наверное, вот здесь. Видите, кончиком дуюсь, дуюсь, потом надавила. Видите, она сама уже пошла шире. Вот видите, какие у нас вот водоросли. Вот мы еще у нас преобразился наш подводный мир. Давайте мы еще вот тут как будто бы вот так преобразили. Теперь, смотрите, у меня остатки остались красочек. Теперь мы с вами сделаем вот такую вот красивую водоросль, которая имеет такие вот форму кактуса, да? Поэтому, чтобы нам придать красивый цвет, мы, то, что у нас светлое, зеленое, мы еще добавим. Можно добавить желтенькую красочку, чтобы у нас... Смотрите, опять же, я помыла, промокнула чистой кисточкой. Когда я чистой кисточкой, краску я не пачкаю. Теперь, смотрите, так. Смотрите, какой красивый цвет получается. Видите, и добавила желтый. Нежно-желтый цвет получился такой, такой ярко-салатовый. И теперь начинаю наши кактусы рисовать. Смотрите, раз. Кисточку раз. Отпечаток, да, такой. Два отпечаток друг на дружку. Вот она пошла. Вот. Смотрите, еще разочек. Я поставила кисточкой, надавила и вниз опустила. Здесь можно чуть-чуть такую округлость, округлость такой добавить. Теперь смотрите, как его кактусом растут вот сбоку. Раз. Отпечаток такой. Потом можно его увеличить. Два. В сторону. Видите, вот у нас получилось. Так, сейчас мы еще. Красочка заканчивается. Сейчас я еще. Так, теперь мы еще. Ну, давайте еще. Где-где-где мы? Давайте, как будто здесь еще малыш такой растет. Раз. Видите? У меня кисточка послушная, слушается меня. Так. Может быть, заходить на другую водоросль. Видите, при этом она картинку не портит совершенно. Ну и давайте вот здесь мы чуть-чуть добавим. Подрисуем. Ведь у нас в наших руках кисточка, красивая краска. Почему бы нет? Вот я еще вот здесь добавлю, чтобы в песочке это все было. Итак, сделали этот момент. Теперь смотрите, мою кисточку. Нам понадобится розовая краска. Ну, у меня вот есть готовая красивая краска. Вот у меня такой шикарный набор, где этот набор богат цветовой гаммой. Тут находится 16 цветов. Ну, вот у меня есть очень красивый розовый. Но, если у вас розового нет, мы его создаем. Создаем как? Мы кладем белую красочку в палитру и добавляем чуть-чуть красной красочки. И получаем розовый. Итак, теперь смотрите, я один бочок рисую розовым. Раз. Вот просто вот такие линии вдоль края. Но при этом чуть-чуть край должен выглядывать наша салатовая красочка. Видите, просто такие линии на всех наших овальчиках. Вот они у нас такие красивые. Смотрите, сразу такая яркость. Но это еще не все. Сейчас мы яркость... Еще у нас краска белая. Она нам вообще придаст такой вот яркий момент всей нашей картины. Смотрите. Да, давайте возьмем тоненькую кисточку. Тоненькую кисточку и белую красочку. И теперь смотрите. Видите, у нас тут идут вот такие беленькие точечки. И вот мы вдоль, где мы нарисовали розовые полосочки, мы рисуем теперь вот такие вот точечки. Смотрите, какая сразу красота. Наша работа становится все ярче и ярче. Видите, какие красивые можно нарисовать водоросли. Ведь подводный мир очень богатый, разнообразен. Видите, смотрите сразу, как интересно стала смотреться наша работа. Вот с той стороны, где у нас розовенькая, мы ставим точечки. Точечки. Смотрите, точечку поставила, убрала точечку. И дальше. Видите, какие у нас получилось три вида таких вот красивых водорослей. Теперь я кисточку помыла, промокнула и беру коричневую красочку. Для того, чтобы подчеркнуть наши белые точечки, мы между белыми рисуем черные. Смотрите, как ярко стало. Видно наша белая красочка. Видите? Так. Можно еще вот здесь. Так. Вот наши водоросли практически готовы. Носок. Как вы думаете, что еще можно нарисовать коричневой красочкой? Конечно же, я с вами соглашусь, что можно еще добавить камушки. Смотрите, камушки на дне тоже мы можем встретить. Вот мы коричневой красочкой можем нарисовать разной формы, какая вам нравится, камушек. Вот они, допустим, где-то побольше, где-то поменьше встретились, да, камешки такие. Вот они у нас тут чуть-чуть. То есть можно еще коричневой красочкой дорисовать камушки. Ну вот практически у нас работа наша готова. Но можно нашу работу еще дополнить. В нашей карантинной ситуации я вам предлагаю использовать чуть-чуть гречечки. Для того, чтобы наше морское дно стало еще прекрасней. И чтобы оно было более натуральное, мы возьмем клей. И вот смотрите, где-то так. Я сейчас клей положу сюда, потому что моя кисточка. И теперь кисточкой мы, вот где вы считаете нужным, сначала вот такими. Не бойтесь, что клей, вот побольше клея. Почему? Потому что чем больше клея, тем лучше приклеится наш природный материал. Сегодня за основу природного материала мы взяли гречку. Вот так, смотрите, видите? Теперь легким движением я теперь, смотрите, как аккуратненько кладу бумажечку под низ. Вот так. Теперь я гречечку просто высыпаю. И можно так оставить на 2-3 минутки. Вот где у нас клей, там гречечка приклеится. И так, вот проходит 2-3 минутки. Мы вот так аккуратненько сбрасываем. И вот у нас, смотрите, какое получилось красивое дно. Видите? Вот у нас, смотрите, правда совсем по-другому стала картина. Смотреться, когда мы добавляем чуть-чуть необычного материала. Ну, в данный момент природный материал. Ну, вот наш мастер-класс. На этом мы заканчиваем. Жду, приглашаю вас на продолжение нашего мастер-класса, где мы будем изготавливать рыбки в технике оригами и запускать в наше подводное царство. Мастер-класс пройдет 27-го. В 17-0-0. Все. Продолжение следует... Продолжение следует...